Мы с вами читали стихи Антиоха Дмитриевича Катемира. Помните, к стихам своим. Давайте вспомним, о чем шла речь. О чем? В этом стихе хранились в предачках, а потом их решили открыть и обеспечить помню, чтобы их все узнали, что их переписали, прочитали. Стихи хранились в ящике. Скучен вам стихи, мой ящик. Они хранились где-то в ящике, неважно, в ящике стола, или в ящике другом, но где-то под спудом. Правда? Да. А сейчас автор решает их пустить на свободу, на свободу. Вот так. Жанна воли просит всех. Это что значит? Хотите свободы. Хотите свободы, конечно. Почему у него сомнения возникают? Пустить их в свет или не пустить? Не хочется расставаться. Не хочется расставаться, хочется себе приберечь. Нет. Он боится, что ему этим стихам будет плохо, потому что это стихи сатиры, которые кого-то насмеивают. И что это следует? Этим стихам будет плохо. Почему? Не потому что... Потому что сатиры. Нет. Еще он боится, что этим стихам будут заворачивать, что они будут просто выкидывать. Потому что он обидит кого-то, да? Этими стихами. Возможно и так. Но есть еще одна причина. Еще найдите. Мало кто оценит. Мало кто оценит. Но, пожалуй, и это есть. Докажите текст. При этом, есть ли какие-то достоинства у этих стихов? Давайте найдем их достоинства, которые Катерин перечисляет. Какие достоинства, бесспорные достоинства у этих стихстворений? Станете напрасно вы внушать и доводить слогом своим ясно, что молодых лет плоды вы не ущербили, немалым негде вам, час важнейшим и нужным. Что это значит? Что эти стихи будут ясно что-то доказывать. Правда? Это их бесспорный плюс. Еще бесспорный плюс. В самом начале, посмотрите, гости какие? Веселые. Веселые. Ну, например, веселые, конечно, да? Взлюбив востях гостей веселых. Итак, эти стихи – гости веселые. То есть, раскрываются сами. И смешат. Они, может быть, посмешат кого-то. Согласен. Еще. Они, может быть, сами кем-то посмеются. Значит, уже не совсем веселые, да? А еще и сатирические, помнится, да? Речь идет как раз о сатирах. Еще плюсы очевидные. Это стихи, кое злой нрав петнают гнусно. Это как? Злой нрав петнают гнусно. Смеляют, смеют, смеют кого-то. Высмеливают кого-то. Говорят, вот это человек со злым нравом, да? Его надо высмелить. Не конкретного, конечно, человека. А некий порог, который он представляет. Помнится? Так и действует сатира. Она высмеливает не какого-то конкретного человека. Не меня, не тебя. Работа. А какой-то конкретный порог. Какой это может быть? Ну, например, в первой саде, как мы видели. Нахулящих учения. То есть на тех людей, которые просто не учатся. Не любят. Не любят учиться и активно противостоят этому. Гуляют. Зачем науках, да? Гулящие учения. То есть ругающие науку. Очередные минусы. Давайте посмотрим. Жадно, вы листите себе сами. Это как? Прошу. Листите себе сами. Вы стихи. Листите себе сами. Да. Что они, дескать, хороши. Да. Так, еще. То, что они могут кого-то задеть. Больно что-то задеть. То, что они могут кого-то задеть. Но это страшно или нет? Нет. Конечно, то, что они хороши, а консередия прекрасно знает, что они хороши. С одной стороны, это вроде бы неправильно. Слава и жадность знаю я, многим нос разбило. Это как? Ради славы можно и нос разбиться, да? И это, как ты понимаешь, плохо. Да? С другой стороны. Другим, что в таком я труде упражнялся, ни в возрасту своему приличному, ни чину. Это как в чину. Должность. Напоминаю, Артемир был в сущности почти министром. Послом. Помните, да? Послом в Англии и на Франции. Не больше, не меньше. Серьезная должность по тем временам. И кто-то его будет упрекать в том, что такой важный человек занимается такой ерундой, как описанием стишков. Правда? Еще кто-то будет упрекать его в том, что он древних окрал творцов. Это как? Древних окрал творцов. Ну, по чему, да, сюжет, да. И стал искусственным. Правда, сюжет, да, ну-ка, поточнее. Он взял сюжет у более древних поэтов. Например, там, Гаракси, Буалок. А потом он их перевозку по-русски. Он действительно многое переписывал по-русски. То, что было и по-французски, и по-латыни. И, кстати говоря, по примеру века, ставил это себе в заслугу. Почему в заслугу? Точно так же, как Гаракси в своем время ставил себе в заслугу то, что он передал по-латыни, то, что раньше писали по-русски. В этом некая традиция, в этом некая преемственность. Об этом мы сегодня, в том числе, надевая традиция, традиция, преемственность. Ну вот дальше. Какую судьбу же он пророчит стихам своим? Ну там, судьба. Что они будут заворачивать? Икру, рыбу? Что их, может, выкинут? Что их выкинут? Что будут заворачивать их рыбу? А может, кто-то прочитает? А может, кто-то прочтет? Ну, понятно. Но об этом сказано, заметите, скользко. Что полезны иногда подобные были людям стихи. Полезны иногда людям подобные были стихи. Заметьте, автор-классицист, запомните этот слов, он не пригодится, классицист, считает, что его стихи, прежде всего, полезны. Иканзимир ставит себе в заслугу действительно то, что они полезны по-настоящему. Точно так же, как полезны его переводы естественно-научных сочинений. Скажем, рассуждения о множестве делов. Это полезно, это нужно. Конечно, стихи ироничны, по-моему, автор обращается к своим стихам, то есть к своим детям, правда? Говорит, что люди будут жить как бы без автора, без отца своего. Отец отпускает их что-то, сколь не сладка воля им казалась. Не без вреда своего презирают дети советы отцовские. В плечах вы признаете последних моих любовь к вам молитвы. Прощается. Он как бы прощается с ними, отпускает их на волю. Посмотрите, год написано, 1743. Конечно, кантиллер не знал, что он стал. Жить ему остается меньше года. Он не знал потом. Он отпускает свои стихи на волю. Народ, условно говоря, слух. И точно так же на волю отпускает их иосер броски. Через 200 лет с лишним.